Кстати, первый вице-премьер страны Игорь Шувалов, который также является руководителем оргкомитета по подготовке к проведению зимней универсиады 2019, побывал сегодня на нескольких спорт-объектах. Сначала он вместе с министром спорта Виталием Мотко посетил Академию биатлона. Там глава Краевого Минспорта Сергей Алексеев показал проект модернизации Академии зимних видов спорта. Напомню, к универсиаде предстоит создать систему освещения лыжных трасс, искусственного оснижения и расширить трибуны. После Академии делегация отправилась в библиотеку СФУ. Там во время универсиады устроят медиа-центр. Игорь Шувалов также осмотрел новые студенческие общежития, где во время студенческих игр будут жить спортсмены. А еще вице-премьер побывал у строящегося четвертого моста через Анисей и в арене Север. После этого он поручил Краевому правительству ускорить подготовку проектно-сметной документации по объектам Всемирной зимней универсиады 2019. Это необходимо сделать в ближайшее время, чтобы определиться с бюджетным финансированием. А министр спорта Виталий Мутков, в свою очередь, предложил федерации выделить региону субсидии на эти цели. Игорю Шувалову презентовали проект училища Олимпийского резерва и проект реконструкции центрального стадиона. Первый вице-премьер страны внимательно ознакомился с макетом, а также осмотрел уже существующие спортивные объекты на острове. Шувалов высказал замечание по расположению трибун на центральном стадионе, а после отправился осматривать дворец спорта имени Ивана Ерыгина.